Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина – самое важное». С вами Данила Гальпирович и Александр Григорьев. Мы сегодня расскажем о довольно серьезных шагах, которые предпринимает «Большая семерка», Евросоюз, как идут дела с зерновым кризисом, который вовсю же разгорается, и что по поводу него говорит Россия, как обстоят дела с поставками вооружения Украине от западных стран. Ну и мы, естественно, остановимся на том, как в самой России борются с правдивой информацией о том, что происходит в Украине, а также вообще с прошлым. Но начнем мы, как всегда, с того, что происходит в самой Украине, о боевых действиях. Александр Григорьев нам расскажет. Саша, что известно о развитии ситуации на фронте? Ну, главная новость, которая затмевает все остальные новости, это, судя по всему, это подтверждают два источника, как минимум, это начало отвода украинских войск из Северодонецка. То есть я напомню, кто не знаком с географией этого города, это город на берегу реки. Бои шли фактически уже на территории промзоны, на территории завода «Азот». Украинские защитники де-факто были прижаты к реке, и российские военные уничтожили три моста, которые связаны на Северодонецк с западным берегом, где стоит город Лисичанск. Бои шли несколько недель, они были, судя по всему, очень кровопролитными, очень упорными, что понятно. Но сложилась угроза тактического окружения, и, если честно, вот я, наблюдая за всем этим происходящим, долго не мог понять, почему Северодонецк не оставляют, но вот сейчас, судя по всему, это решение принято. Первым об этом сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайда, и я напомню, что Северодонецк – это Луганская область. Он сообщил, что военные получили команду отходить на новые укрепленные позиции, и он также пишет, что украинские военные остановили атаки российских войск в районе Боровского в Луганской области и Лисичанска, то есть это город на другой стороне Северского Донца, но захватили село Николаевка. Для большинства из вас, наверное, все эти топонимы не имеют особого значения, там надо обязательно смотреть на карту, и, в принципе, становится понятно, что ситуация складывается, ну, не очень хорошая для украинских войск, защищающих этот регион. И сообщение подтвердила американская разведка, то есть это неназванный сотрудник Министерства обороны США в беседе с журналистами, сказал, что украинские вооруженные силы производят профессиональный тактический отход для того, чтобы консолидировать свои силы на позициях, которые они будут способны лучше оборонять. По его словам, российские войска ведут бои буквально за квадратные дюймы территории на Донбассе. В целом их успехи очень и очень небольшие. Ну, плюс есть сводка Генштаба вооруженных сил Украины. Я прочитаю абзац. На Слобожанском направлении противник пытается создать условия для перехода в наступление в направлениях Изюм-Барвенково и Изюм-Славянск. Вот Изюм-Барвенково у меня сразу же в сводке Великой Отечественной войны возникает в памяти. Вот те же самые бои, те же самые направления движения войск. Это удивительно как-то. На Хариковском направлении группировка войск противника ведет оборону для недопущения продвижения сил обороны Украины в сторону государственной границы к северу и северо-востоку от города Харьков. В то же время враг, я цитирую, Генштаб вооруженных сил Украины, пытается вести шутурмовые действия с целью улучшения тактического положения своих подразделений. Ну, дальше речь идет об обстрелах и об успехах украинских войск в Херсонской области. Я цитирую, по результатам успешных наступательных действий наших подразделений часть сил врага оставила подготовленные оборонные позиции и сбежала в район населенного пункта Ольгино-Береславского района Херсонской области. То есть украинские войска, если опять же смотреть на карту, смотреть, что там происходит, они потихоньку приближаются к Херсону. Российские военные не способны пока серьезно остановить это наступление. Судя по всему, серьезных боев нет, но у украинцев там нету серьезной ударной группировки. А российские военные, судя по всему, лучшие силы, вообще ударные части, стянули именно к Северодонецку. Такое вот колебание на фронте происходит именно таким образом. Да, это очень важная информация о развитии ситуации вокруг Харькова и вокруг Херсона. Надо сказать, что отдельные части украинских вооруженных сил уже сообщают о своем входе в Херсон, во всяком случае в социальных медиа. Сами военнослужащие этих подразделений публикуют видео о том, как они входят на окраины этого города. Пока непонятно, насколько серьезным будет их продвижение и не является ли населенный пункт, в который они входят, небольшим населенным пунктом рядом с Херсоном, который местные люди могут называть уже самим Херсоном. Но так или иначе украинские войска, очевидно, пытаются продвинуться внутрь города, который, в общем, Россия, видимо, прочно уже считала оккупированным, потому что про всякие референдумы, о присоединении Херсонской области к России и так далее, вовсю ведутся официальные разговоры. И вот я думаю, что эти движения украинских войск, эти планы могут серьезно нарушить. Свежая информация, опять же, из США, исходящая от неназванного, высокопоставленного сотрудника администрации, который прокомментировал ситуацию телекомпании CNN. Он сообщил, что российский Черноморский флот получил приказ блокировать украинские порты Одесса и Очаков. Кроме того, по словам этого высокопоставленного чиновника или военного, США обладают информацией, что Россия создает минные поля в Черном море для того, чтобы заблокировать движение судов. Минная война в Черном море – это уже такой факт, который наблюдается несколько месяцев. Обе стороны, судя по всему, создают эти минные поля. Украина, как правило, что естественно, не обладающая флотом на Черном море, создает их для защиты своего побережья, а Россия создает их для блокирования торговых путей. То есть это, естественно, одно из проявлений того самого политического маневра под названием «Украинский хлеб». То есть Россия успешно заблокировала поставки украинского зерна на международные рынки, из-за чего уже много месяцев ведутся разговоры о том, что это может стать гигантской катастрофой глобального масштаба и привести к голоду десятков миллионов человек. Если говорить о результатах военных действий, то BBC удалось сегодня, а сегодня ровно четыре месяца войны, найти в открытых источниках данные о гибели 4 тысяч 10 российских военных на войне в Украине. То есть, как минимум, это же очень осторожные данные, то есть то, что нашло BBC, это значит с именами, с местом жительства и со всеми другими данными. Они гарантированно подтвержденные. На самом деле, украинские источники, как мы знаем, оценивают число погибших российских военнослужащих в более чем 30 тысяч. Западные источники тоже говорят о огромном количестве, там до 15 или даже 20 тысяч. Ну вот, уже у 4 тысяч российских военных установлены имена британской корпорации BBC. И в этот подсчет, видимо, включены добровольцы, число которых среди погибших стремительно растет. Это пишет BBC. По его сообщениям, еженедельно появляются самые разные вести о гибели 30-40 добровольцев, чаще, чем любой другой категории военнослужащих, и 20% из них были старше 50 лет. То есть понятно, что довольно много народу поехало туда за заработками и окончили в Украине свою жизнь. Примерно 17% погибших российских военнослужащих – это офицеры. Среди них, по меньшей мере, 4 генерала и 21 полковник. Примерно 20% известных погибших служили в воздушно-десантных войсках и даже меньше в мотострелковых. Это понятно, потому что в разные прорывы бросали как раз десантников наиболее подготовленные и оттренированные части. Ну и там они и гибли. Многие издания российские отмечают также, что ведется счет погибших. И нельзя, как говорит медиазона, экстраполировать долю офицеров среди известных погибших на всех погибших военных, потому что как раз гибели офицеров, как правило, гораздо больше известны. О них сообщается очень часто. Сами части об этом говорят. Ну и продолжается просто признание самой российской армии в том, что она совершает военные преступления. В частности, телеканал Минобороны «Россия-Звезда» сегодня показал, как в Харьковской области, то есть далеко за пределами Луганской и Донецкой областей, объявленных целями так называемой спецоперации, ну то есть агрессивной войны, так вот в этой Харьковской области Россия применяет тяжелые огнеметы «Солнцепек». То есть идет по чужой территории российская армия и выжигает защитников этой территории огнеметами. И телеканал даже показал удары, которые «Солнцепек» наносит. Ну, в общем, очевидно совершенно, что Россия пытается показательно не стыдиться того, что она делает. В этой ситуации западные военные по-прежнему солидарны с украинскими. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный обсудил в пятницу ход снабжения украинской армии международной технической помощью с Марком Милли. Это председатель Объединенного комитета начальников штабов США. Залужный написал в своем телеграмме в пятницу, что он поддерживает постоянную связь с Марком Милли и во время телефонного разговора обсудили оперативную обстановку и снабжение. В общем, это довольно существенная поддержка, когда главный военный США постоянно на связи с главным военным Украины. Кроме того, США постоянно заявляет о том, что намерены укреплять позиции Украины на полях боев. Это сказал госсекретарь США Энтони Блинкен, который находится в Европе. После встречи министров иностранных дел стран Большой Семерки он там дал пресс-конференцию. И он сказал, что хотя в Вашингтоне рассчитывают на дипломатическое решение конфликта в Украине и готовы поддерживать диалог, вместе с тем США продолжат укреплять позиции Украины на полях боев. Ну и накануне Пентагон сообщил детали о поставках очередной помощи Украине. Это, в общем, уже официально. Мы с Сашей вчера говорили об этом как о планах. Теперь уже эти планы реализованы. В смысле, существует официальное решение. Пентагон сообщил, что в Украину будут направлены 4 системы «Хаймарс», 36 тысяч снарядов, 18 боевых транспортных средств, 1200 гранатометов, 2000 пулеметов, 18 патрульных катеров и запчасти и так далее. Джон Кирби сообщил, в свою очередь, что американская администрация объявила о выделении дополнительной помощи Украине в размере 450 миллионов долларов. Это еще одна порция. А общая сумма помощи Украине с февраля составила более 6 миллиардов долларов. До этого тоже выделялась какая-то помощь. Ну и в общей сложности было почти 7 миллиардов долларов выделено Украине, 6,8 миллиардов долларов. Вообще с прихода Джо Байдена в Белый дом очевидно, что львиная доля пришлась на последние 4 месяца. Кроме того, вот то, о чем Саша говорил, о продовольственном кризисе, здесь довольно серьезное идет развитие. Вместе с министром иностранных дел Германии Анноленой Бербок Энтони Блинкен дал пресс-конференцию, где прямо обвинил Россию в провоцировании страшного продовольственного кризиса в мире. Вот цитата из Блинкена. Российские военные опустошают украинские фермы и элеваторы, воруют украинское зерно и оборудование, необходимое для его уборки, блокируя доступ к украинским портам и выход из них по морю. Сейчас в Украине около 25 миллионов тонн зерна застряло в хранилищах, где оно сгниет, если его не экспортировать. В ближайшие месяцы будут собраны еще десятки миллионов, но их некуда положить, потому что украинские элеваторы переполнены, так как Украина не может перевозить свое зерно из-за российской блокады. Это вот ровно то, о чем ты, Саша, говорил, что Очаков и Одессу блокируют. Очень важно, чтобы мы четко понимали, это я продолжаю цитировать Блинкена, когда мы ввели санкции против России, чтобы она как можно быстрее прекратила свою агрессию против Украины, мы намеренно создали исключение для сельхозтоваров, удобрений, страховки и доставки, которые необходимы для перемещения этих продуктов, именно во избежание обострения продовольственного кризиса. Ничто не препятствует вывозу продуктов питания и удобрений. Только одна страна блокирует вывоз этого всего из Украины, и это Россия. Таким образом, Запад уверен, что именно Россия пытается сделать сельскохозяйственные продукты оружием. Блинкен также приветствовал усилия ООН, чтобы как-то хотя бы разрешить зерновой кризис. И сегодня там, в Берлине, где он присутствует, стартовала конференция на уровне глав МИД, посвященная вопросам глобальной продовольственной безопасности. Как всегда, Россия все отзеркаливает, пытается отрицать. И сегодня же Владимир Путин, российский лидер, назвал все обвинения в адрес России по поводу продовольственного шантажа истерикой. Мы помним, что истерику он вообще очень любит использовать, когда он сажал Ходорковского, сказал прекратить истерику. Это 2003 год. И вот с тех пор все использует это излюбленное свое определение. Ну вот он говорит, искусственно раздувается истерика по поводу прекращения транспортировки, скажем, через Черноморские порты. Это он сказал, выступая на встрече БРИКС+. Это когда главы БРИКС, так называемого, о чем мы тоже вчера говорили, разговаривают, по-моему, с бизнесменами. Ну, в общем, он говорит, что это не Россия. Россия не препятствует вывозу украинского зерна с территории этой страны, готова обеспечить свободный проход судов, зерном и так далее. Факты, которые приводят западные страны, военные, независимые эксперты, говорят совершенно об обратном. Поскольку Европа, США, многие другие страны понимают причины этого кризиса, они также понимают, что нужно дополнительное финансирование очень многим странам для того, чтобы они справлялись с проблемами, которые этот кризис породил. И известно, что Евросовет, кроме своих решений исторических о предоставлении кандидатского статуса Молдове и Украине, еще выделяет Польше 9 миллиардов евро на украинских беженцев. В общем, это довольно существенная помощь. Продолжу тему российской дезинформации. Парламентская ассамблея Совета Европы по осе сегодня публиковала заявление, что малазийский Boeing 777, сбитый над Донбассом в 2014 году, все помнят эту трагическую историю, эти фотографии, которые до сих пор мурашки по коже вызывают, она признала, что убедительным сценарием является тот, согласно которому самолет был сбит российской ракетой БУК, предоставленный военным подразделением, которое контролировала Российская Федерация. И дальше я прочитаю цитату. Вместо предоставления достоверной информации компетентным следственным органам российские власти распространяют дезинформацию, в том числе последовательные противоречивые версии событий, призванные создать неразбериху. Как свидетельствуют разведывательные данные из открытых источников, опубликованные в многочисленных отчетах, российские власти даже ушли так далеко, что предоставили манипулятивные радарные, спутниковые и другие данные, чтобы скрыть правду. История, конечно, 8 лет назад произошла. Изначально были серьезные подозрения, потому что уж слишком много было косвенно доказательств этому, что это был действительно российский БУК, переброшенный с территории Российской Федерации на Донбасс. Он произвел выстрел с территории, которую контролировали так называемые сепаратисты. Но де-факто это были полувоенные формирования, которые были сформированы при активном участии ФСБ России, российских военных, контролировались ими, которыми командовал агент ФСБ небезызвестный Гиркин Стрелков, который тогда первым сообщил в своем твиттере, что сбили птичку, не надо летать в нашем небе. Этой птичкой оказался вот этот пассажирский Боинг. После этого Россия генерировала невероятное количество противоречивых версий. Моя любимая эта история, это был какой-то таинственный испанский диспетчер, который, оказывается, работал в Киевском аэропорту. Много ли в российских аэропортах иностранных диспетчеров? Потом были радарные снимки, на которых самолет был нарисован размером примерно с пола небольшого города. Ну, в общем, много чего было. Да, я просто тут у тебя подхвачу это дело. Моя версия, которая самая была, наверное, жуткая, это что в самолете уже были мертвые тела. То есть там было сказано столько всего, что можно было, я думаю, несколько книг написать просто о конспирологических версиях, каждый день выдвигаемых подряд российской пропагандой, пророссийскими блогерами. Потом этого, кстати, изображавшего из себя испанского диспетчера нашли. То есть не было никакого испанского диспетчера, был человек там в соцсетях, им как-то назвали одну из частей дезинформации. Я просто здесь напомню, что Россия в этом году лишилась своего места в Совете Европы. В ПАСЕ на заседаниях тоже ее нет. ПАСЕ была первой международной организацией в 2014 году, которая ввела санкции против России. Тогда делегацию России лишили там права голоса. Я напомню еще раз, да, что с 96-го года Россия была полноправым членом ПАСЕ, когда ее туда приняли, после того, как она пообещала и завершила Первую Чеченскую войну. В общем, это резолюция, которая не имеет для России теперь никаких обязательных последствий и так далее. Но в чем важность резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы? На нее, как и на многое другое, может опираться Международный суд, причем даже не Европейский суд по правам человека, решение которого Россия решила не выполнять, и уже даже об этом приняла закон, а Международные уголовные суды. То есть мы ждем, что в Нидерландах решение по судебному процессу будет вынесено в конце этого года. Сейчас продолжается судебный процесс, там предъявлены обвинения четырем людям из России и Украины. Но очевидно, что на этом дело не кончится. И, в общем, решение, резолюция ПАСЕ, которая была принята Ассамблеей после того, как эта трагедия была расследована тоже, она добавляет юридических оснований для дальнейшего преследования российских властей в том числе. Ну, на нее уже отреагировал на самом деле Кремль, что сказал Песков. ПАСЕ, если мы правильно понимаем, не относится к судебной ветве власти, соответственно, вряд ли может выносить какие-то обвинительные вердикты в отношении кого бы то ни было. В этом абсурдность подобных постановлений. Но Дмитрий Песков как-то забыл, что ПАСЕ, во-первых, и Магнитским занималась, и заключением десятилетиям Ходорковского занималась, и убийством Бориса Немцова, и отравлением Алексея Навального, потому что эта международная организация с конца 40-х годов является в Европе главной организацией в смысле защиты прав человека на официальном уровне. И Европейский суд по правам человека был учрежден именно в рамках организации Совет Европы, где законодательным органом которого, парламентским органом которого является Парламентская Ассамблея Совета Европы. Если продолжать европейскую тему, здесь можно уже перейти к энергозависимости Европы от России и как она преодолевается. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил сегодня, что не видит существенных проблем в том, что касается заполнения итальянских газохранилищ к зимнему сезону. Это он сказал в интервью итальянским телеканалам. Это очень серьезное заявление. Во-первых, Италия довольно прилично была зависима от российского газа. Во-вторых, это означает, что Евросоюз очень всерьез взялся за выполнение того регламента, о котором я говорил раньше, заполнять газохранилища минимум на 80% к зиме. Также на международном уровне продолжаются усилия по блокированию российских энергоресурсов. В частности, уже точно известно, что лидеры Большой Семерки, саммит, который пройдет 26-27 июня в Баварии, в Германии, будут обсуждать идею ограничения цены на нефть российскую. Это подтвердил Шарль Мишель. Он, как известно, председатель Европейского Совета. Вот он сказал, что тема ограничения цены на российскую нефть обязательно будет подниматься на Большой Семерки. Ну, он сказал, у нас есть ясное представление о побочных эффектах такого шага. Но совершенно очевидно, что все идут к тому, чтобы российскую нефть эффективно запрещать, возможно, даже к концу этого года. Все они понимают, и об этом говорила Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, что нужна консолидация в этом вопросе. Американская новость. Комитет Сената США по международным отношениям принял резолюцию, согласно которой он призвал признать Россию государством-спонсором терроризма. Госдепартамент США регулярно консультирует с иными органами власти, создает списки государств-спонсоров терроризма. Туда можно попасть, оттуда можно быть исключенными. Там обычно фигурировали такие страны, как Куба, Северная Корея, Сирия, Иран, Ливия до какого-то момента, Ирак до какого-то момента, ну и так далее. То есть СССР и Россия там не были. Но если Госдепартамент США, опять же проконсультируясь с иными профильными структурами, примет такое решение, это, конечно, будет беспрецедентное развитие событий. Как ты совершенно верно сказал, в обеих палатах Конгресса есть такие резолюции, Сенат принял свою, но и в Палате представителей готовится такая же. Я разговаривал с автором той резолюции, которая идет в Палате представителей, с конгрессменом Джо Уилсоном. Есть пояснение о том, что с Россией будет, когда ее признают спонсором терроризма. На практике этот статус оказывает довольно мощное замораживающее влияние на отношения с таким государством всех остальных стран. То есть, если решение принято, то представители США, например, обязаны голосовать против предоставления такой стране кредитов Всемирным банкам, другими международными финансовыми учреждениями. У представителей этой страны в США может быть снят дипломатический иммунитет. Это, пожалуй, самое важное. И жертвы, например, терроризма, спонсированного этой страной, в данном случае, если Россию признают, то Россией, смогут подавать иски в суды США. Компаниям и физическим лицам, получающим доход в стране, которая включена в список стран-спонсоров терроризма, будет отказана во всех налоговых льготах. И любой гражданин США может попасть под запрет участвовать в финансовых операциях с правительством этой страны без решения Министерства финансов. Ну вот, предложение признать Россию государством-спонсором терроризма в последние годы несколько раз уже появлялись в Конгрессе. Во-первых, из-за отравления семьи Скрипалей в Британии, из-за отравления Алексея Навального, из-за информации о заказе России движению «Талибан» убийств американских военнослужащих, из-за поддержки сепаратистов на востоке Украины. Ну вот, она отличается, нынешняя инициатива, от предыдущих тем, что она исходит, во-первых, от членов обеих партий. Это и республиканцы, и демократы, причем как в Сенате, так и в Палате представителей. Ну и самое существенное, пожалуй, это то, что в данном случае очевидно, что нет разногласия между Госдепартаментом и Конгрессом. Хотя, конечно же, это очень серьезный шаг. Везде по поводу России при принятии Госдепартамента такого решения будет добавляться, что это государство-спонсор терроризма. Да, это серьезный шаг. Ну вот, в ответ на возможность быть признанной спонсором терроризма, в ответ на обвинение Запада в нарушении мировой продовольственной безопасности, Россия пытается эти обвинения отзеркаливать. Генпрокурор России обвиняет Украину в киберагрессии против России и Белоруссии. Это прям сразу после появления доклада Майкрософта о том, что это Россия ведет кибервойну против Украины и Запада. Ну а по мнению Сергея Лаврова, последние примеры дипломатического языка главы российского МИДа изумляют. Но подождите, я вас изумлю к концу нашего подкаста еще больше. Лавров на пресс-конференции в Азербайджане сказал, что оказывается, Евросоюз вместе с НАТО собирает коалицию для войны против России. То есть, если раньше такие высказывания появлялись в качестве точки зрения на всяких провластных интернет-каналах, то теперь это говорит министр иностранных дел, опять сравнил Европу с Гитлером и говорит, что сейчас, так же вот как Гитлер, цитирую, собирал под свои знаменно значительную, если не большую часть европейских стран для борьбы против Советского Союза. Вот так же, в том числе Евросоюз сейчас с НАТО собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счету войны с Российской Федерацией. Это и заявил Сергей Лавров. Таким образом, совершенно очевидно, что Россия пытается, как я раньше уже говорил, наполнить информационное пространство одинаковыми обвинениями, такими же, как вот выдвигает Запад в отношении России, просто чтобы уравнять все эти темы в информационном пространстве и создать такой одинаковый шум. Ну и продолжение нашей популярной рубрики санкции и контрсанкции. Компания Cisco Systems – это очень крупная, известная американская компания, которая занимается IT-продуктами высочайшего уровня. Вот она заявила о том, что прекращает вести бизнес в России и Беларуси. В марте она прекратила проводить деловые операции, включая продажи и обслуживание своих оборудований и технологий. И сейчас она опубликовала заявление, что, цитирую, «Сейчас мы приняли решение начать упорядоченное сворачивание нашего бизнеса в России и Беларуси». Кроме того, сказано, что Cisco будет помогать своим сотрудникам, возможно, речь идет об их вывозе или какой-то релокации в иные страны, и будет оказать какие-то поддержку своим клиентам и партнерам. Ну и ответная санкция. Эрмитаж заявил, что год не будет проводить выставки в Европе и США. Да, но это не самое громкое заявление Эрмитажа, потому что, пожалуй, самое громкое сделал глава Эрмитажа, директор этого музея Михаил Петровский в своем интервью российской газете. Совершенно удивительные цитаты, которые приводят сейчас все соцсети из этого интервью и профессиональные медиа. Директор Эрмитажа Михаил Петровский, светоч российской культуры, ну или как минимум официальный светоч, сказал, отвечая на вопросы о связи войны и культуры, я сейчас цитирую Петровского, «Мы все милитаристы и имперцы. Нам, людям культуры, сейчас надо понять наше участие во всем происходящем». Причастный к истории человек, в первую очередь, должен хорошо делать то, что он делает, следуя принципу, когда говорят пушки, говорить должны и музы. И продолжает Петровский. Патриотизм по-русски – это чувство собственного исторического достоинства. Человек понимает, что он должен пойти воевать, а другой – что-то иное, но не менее важное делать. И за этим чувство собственного исторического достоинства, желания соответствовать своей миссии и миссии своей страны. Звучит очень громко, но мы же понимаем историческую миссию своей страны. И вот это ощущение, что наша страна меняет мировую историю, и ты к этому причастен, оно ключевое сейчас. Там все интервью полно примерно таких цитат о том, что Россия совершает разворот, что сейчас происходят исторические события и так далее. Интервью – полное осознание величия России от того, что она сейчас делает. Я напомню, Россия ежедневно, методично, в том числе и с помощью огнеметов «Солнцепек» уничтожает Украину. У меня есть некие воспоминания от общения с Михаилом Петровским. Мы когда были 20 лет назад вместе с ним на визите Владимира Путина в Лондон, он говорил, что Россия все время колеблется между объятиями с Западом и фразой «англичанка гадит». Но вот совершенно очевидно, что Михаил Петровский уже не колеблется и выбрал только один подход. И публикует это все официальная российская газета. Там, где российские власти публикуют законы. «Очевидно, что это образ мыслей, который сейчас предписывается». Я тоже немного был знаком с Михаилом Борисовичем, то есть это хранитель Эрмитажа, не знаю, всю жизнь он этим занимается, и его отец этим занимался. Это как музейный менеджер он, конечно, великолепен. Но он много-много лет пользуется доступом к Владимиру Путину, к личными отношениями с ним, получает колоссальные бенефиты за счет этого сотрудничества. Никогда ничего плохого о Путине не сказал. Но это как бы то, что называется завершение его, я не скажу слово «падение», но завершение этого пути. На мой взгляд, это просто стыдное интервью. Это просто стыдное интервью. Достигнута, как в свое время говорил Александр Зиновьев, зияющая высота. На этой ноте мы завершаем наш подкаст. Сегодня нота не слишком бравурная, но есть и другие ноты. Мы об этих нотах расскажем на следующей неделе. Не все деятели культуры России говорят то, что говорит Петровский. О том, что происходит самого важного в связи с Украиной и в Украине, слушайте в нашем подкасте на будущей неделе. Подписывайтесь на него в Apple и Google подкастах. С вами были Александр Григорьев и Данила Гальпирович. Большое вам спасибо за внимание. Продолжим на следующей неделе. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok